Всем привет! Вы находитесь в канале Мысль и Слух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. И сегодня расскажу интересную такую штуку. Даже не расскажу, а хочу похвалиться, похвастаться. Не в моем тадуке похвалиться, похвастаться, но сегодня позвонил мне человек, женщина. Она иконописец. Она занимается рисованием икон. И хотела она приобрести мольберт. Я изготавливаю на дому мольберты, но не стандартных размеров большой мольберт, а маленьких размеров для написания маленьких иконок. Вот она иконы пишет. Служит она в РПЦ, в православной церкви. И вот пишет иконы. Сейчас покажу, какой мольберт и маленько расскажу. Вот, блин, так плохо видно будет. Вот такой вот мольбертик получился. Здесь вот подставочка под планшет ставится. Здесь сверху регулировочный болт. Он зажимается, регулируется по высоте выше-ниже. Также имеется ножка с шарниром. Можно наклонить почти горизонтально. Можно поставить вот так вертикально. Могу сказать, что ножки мольберта 40 см высотой. Вот здесь получается. Ну, точный размер я не помню. Сейчас на скидку не скажу. Ну, то есть ножки 40 см. Штанга центральная. Блин. 50, по-моему, сантиметров. Вот эта вот выборка в середине для направляющей, для зажима. Она делается не до конца. Вот тут есть. И здесь она там прикручивается с обратной стороны. Сейчас тоже покажу. Выборка делается фрезерным станком. Зажимается досочка. То есть я взял досочек, напилил нужного мне размера. Сделал такие, как эти, как штафетинки. Просрогал, прошлифовал, вырезал и начал сборку. С этой стороны у нас верхняя часть крепится обычными болтами. У меня болты были под большие мольберты, под крупные. То есть, а это маленькие, такой миниатюрные. И болты оказались чуть-чуть длинноватые. Ну, ничего. Шарнир задний также крепится на 6 саморезов. Здесь, вот я говорил, направляющая штанга. Вот она двумя саморезиками здесь держится. Здесь она ходит свободно. Чик-чик-чик-чик. Вот. То есть, можно открутить, ниже, выше поставить, отрегулировать. Здесь также имеются отверстия. Вот. И вот отверстия. То есть, выкручиваешь гаечки винтовые с барашками. Переставляешь болты. И мольберт можно ставить шире, хуже, как кому удобно. Вот такой вот мольберт сегодня отправляется в РПЦ иконописцам. На нем будут писать православные иконы. Ну, как-то вроде бы и все, что хотел рассказать, показать. Задавайте свои вопросы, кому что интересно. Здесь вот маленько шлифовал, шлифовальная машинка, маленько поджег. У нас сейчас наждачечкой пройтись маленько. Ну, вроде как-то вот так вот выглядит мольберт. Маленький настольный иконописный, чтобы иконы писать. Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. Сегодня я вам рассказывал про миниатюрный мольберт для написания икон. Маленький настольный. Также можно использовать для хобби какого-нибудь, для написания. Дома картин ребятишкам для рисования. Но все-таки достаточно приятно, что мой мольберт послужит такому интересному делу. Вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. Это канал многодетной семьи Васильевых. Под видео ставьте обязательно лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет еще много-много всего интересного. Увидимся. До встречи. Всем пока.